Столовая находится на втором этаже. В принципе, многие в отзывах сетуют на еду. Но выглядит все достаточно прилично. Свободный зал, хорошие столики. И голодным тут остаться тяжело. Итак, в принципе, что есть из меню. Разные виды хлеба, но, к сожалению, в средней мягкости. Картошка фри есть с кетчупом, рис, пицца. Даже делают гамбургеры такие. Есть несколько видов супа. Я взяла крем-суп из морепродуктов, куда можно добавить лапши и всего по желанию. Из сладкого я взяла какие-то карамельные бананы с ванильным соусом и вот какой-то такой вкусным пирожным. Также есть фрукты. Это в основном киви и апельсины. Овощи также есть. И там, в принципе, есть нарезки яиц, соусов, разных овощей, чтобы сделать себе салат. Воду вы можете взять в кулере. А также какую-то сладкую водичку, которая, в принципе, очень напоминает разбавленный юппи. Судя по тем отзывам, которые пишут, что тут холодно-голодно, то я не представляю, как можно не наесться таким количеством еды. Возле третьего бассейна, там, где, в принципе, самая теплая вода, вы можете зайти в ближайшее кафе. И если вы проголодались между обедом и ужином, вы можете сюда просто прийти и сесть, и вам принесут вот такую вот пиццу на перекус. Можно также взять какой-нибудь коктейль и шикарно заморить червячка. А вот такую красоту вы можете купить в городе всего за полтора доллара среди февраля. Свежая вкусная клубника. Что едим? Подожди, у меня такая же есть. Привет! Это вот тут, правда, стресса, действие невозможно. Такое впечатление, что просто взяли желатин, залили водой, и он застыл. Ну, я открою тебе страшный секрет. Взяли желатин, залили водой, и он застыл. Кстати, тут есть Kids Corner. И там есть маленькие стульчики. Как мило. А морковь вкусная, да? Да. Ну, слава богу. Сегодня на ужин я взяла рыбу и овощи в основном. Здесь проблемы, в принципе, с мясом. Достаточно мало мяса. А так можно взять любые макароны, очень много столбиков. Овощей, я считаю, достаточно. Очень вкусные чипсы, я рекомендую. Интересные супы. На десерт в основном идут такие вкусные карты и пиросы. Если вы хотите взять ужин а-ля-карты, вам в любом случае дадут на выбор один из двух. Либо азиатская кухня, либо итальянская. То без особой надобности, я считаю, брать, что не надо. Потому что кухня та же самая, единственная отличие, это то, что здесь много народу и шума. А там темно и тихо. Хотя, если у вас день рождения, то весь персонал выйдет, напевая волшебные мелодии под бубины и поздравит вас с днем рождения. Из-за того, что стекла здесь очень плотные на всю стену, они не открываются. Из-за этого тут достаточно душно всегда. То же самое можно наблюдать и в итальянском ресторане. Поэтому одевайтесь, именно, если вы идете обедать или кушать, одевайтесь легко. Все. До новых встреч. Поповуха сгравляют. Поповуха сгравляют. Как видите, в Египте подносы имеют, или противень имеют большую ценность. Они используются так же, как музыкальный инструмент. Как на панели. П chưa? Поповуха сгравляют. Поповуха сг restoran. Опять отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, на ужин можно взять такие воздушные чипсы Какие-то суши, возможно они отличаются от тех суши, которые мы привыкли кушать Ну, что-то вот такое интересное Рыба в кляре Цветная капуста Вот какое-то мяско было И овощи с соусом На десерт я решила взять, попробовать по кусочку всего Потому что тортов, пирожных и разных муссов в желе там достаточно много А вот такие десерты дают на ужин Их постоянно приносят А в основном это Такие тортики и пирожные Также есть мандарины Дыня и апельсины Очень вкусные Айва И тоже желешки Так, в последний день мы нашли программку И вот, дорогие гости, мы просим вас не носить купальники в ресторанах во время завтрака и обеда А также не надевать шлепанцы, шорты и майки на ужин в ресторанах Спасибо за понимание